События вокруг скандальной фото выставки Джо Костерджса разворачиваются стремительно. Волна возмущения, которая началась в социальных сетях, сегодня вышла за пределы виртуальности. Вот как только наступил новый день, Московский центр фотографии имени братьев Люмер, где проходит выставка, или правильно будет сказать, проходила выставка Джо Костерджес без смущения. Так она называется. Джо Костерджес без смущения. Этот центр оцепили отряды Организации офицеров России. На месте работает Елена Шевелева. Она выходит на прямую связь со студией. Елена, здравствуй, я приветствую тебя. Итак, ты нам сообщил, что в 13 часов выставка закрылась. Что сейчас происходит? Я вижу, что много народа. Наташа, приветствую тебя. Действительно, в 13 часов к нам вышли представители Организации офицеров России, Антон Цветков, в частности, и объяснил, что по обоюдному решению выставку закрыли. То есть, как получилось, под давлением общественного мнения непосредственно организаторы выставки отказались от идеи продолжить ее экспонирование. Но вот вы обратите внимание, что, несмотря на это, сейчас люди по-прежнему пытаются попасть. Вот это главный вход. Мы сейчас находимся возле главного входа в центр фотографии имени братьев Люмьер. Но, тем не менее, там, внутри уже никого нет, и в том числе журналисты, которые получили, собственно, последнюю возможность ознакомиться с экспозицией. Они только покидают уже эту площадку, практически всех вывели. И надо сказать, что одним из факторов столь скорого закрытия было выступление такого общественного деятеля. Он не представился, правда. Он долгое время ходил и просто комментировал что-то еще непосредственно в тот момент, когда мы общались в прямом эфире с представителями, собственно, центра. Он выкрикивал какие-то лозунги, скандировал что-то. Ну, а потом, когда все более-менее переключились на него, видимо, привлекал внимание, он взял и облил фотографии, стоимость каждой из которых, я напомню, где-то порядка, ну, то есть исчисляется тысячами долларов. Вот, в частности, фотография, которая висит на информационном стенде, в предыдущем прямом эфире мы вам ее показывали, стоит 2,5 тысячи долларов. Вот он облил какой-то жидкостью желтого цвета. Тут же, правда, его вывели. Но после этого клининговые службы сумели каким-то образом эти фотографии оттереть. Но представители, собственно, самого центра говорят, что понесут серьезные убытки. Все дело в том, что так как одну экспозицию пришлось закрыть, обычно экспонируется сразу три художника, три фотографии, три, ну, набора, так скажем, фотографий художников. А теперь остается только два и найти какого-то, ну, организовать еще одну выставку в столь кратчайшие сроки. Им будет очень сложно, они признались. Вот, обратите внимание, что по-прежнему здесь дежурят офицеры России. Я так думаю, что смотрят... Да, я вижу Антона Цветкова. Он сейчас может поговорить с тобой? Дело в том, что Антон Цветков сейчас дает интервью нашим коллегам. Многочисленное интервью, да. Буквально через несколько секунд я к нему обращусь. Лена, ну, дело в том, что... Лена, вот еще такой вопрос. И я видела эти фотографии, ну, не вживую, да. Ты сегодня была в зале. Мне интересна твоя реакция, твое восприятие. Скажи, это искусство или детская порнография? Наташа, честно говоря, я, конечно, не искусствовед, но тем не менее, на что обратила я внимание. Действительно, фотографий голых детей, например, там практически нет. В основном на снимках представлены взрослые люди. И, кстати, большая часть снимков демонстрирует их одетыми. Вот. И я напомню, что сам художник, он работает, ну, творческую деятельность свою начал в 70-е годы. И действительно были нападки со стороны общественности, христианских общин на этого художника. Был это в 90-е годы, но после того, как проинспектировали его квартиру, там были пройдены обыски. И еще был ряд действий, предпринят правоохранителями. Все обвинения с него сняли. И что же я хочу еще заметить, что действительно снимки, они довольно интересные, представлены взрослые люди. То есть, ну, очень красивых, действительно, таких, ну, я не знаю, на очень красивых пейзажах. То есть, там действительно такие довольно приличные, откровенно говоря, фотографии. И я не знаю, чем вызвано столь мощное возмущение, как сам говорит представитель офицеров России. Вот я задам по-другому вопрос. Опять же, ты это видел своими глазами. Я изучила сегодня целую подборку фотографий этого фотохудожника. Вот то, что представлено там, в этом центре. Обнаженные дети есть? А когда вы видели огромный корешный камер, где есть? Наташа, как я уже сказала, я, конечно, наверное, не сумела посмотреть абсолютно все фотографии, представленные там. Но на большей, на абсолютной, ну, то есть, на большей части снимков, абсолютное большинство, так скажем, снимков не демонстрируют детей в вложенном виде. Вы говорили о том, что вы все-таки одного... Да, ну и сейчас я предлагаю вместе с вами все-таки обратиться к представителям офицеров России. Давайте послушаем. Сейчас у нас есть такая возможность. Когда журналисты начали работать, начал всем мешать, комить, оскорблять, почему-то журналистов. И, соответственно, всех распихивал локтями, призывая к некому вниманию к себе. Ну, наверное, у них через год выборы, ему же надо показывать свою бурную деятельность. Соответственно, после того, как все журналисты закончили работать, тот помощник, который был вместе с ним, достал прозрачную пластиковую емкость с желтой жидкостью и начал поливать почему-то сначала всех журналистов, а потом уже стены. Ну, я напомню, вот действительно речь сейчас идет непосредственно о той акции, о которой я вам рассказала. Здесь вместе с этим представителем общественной организации, собственно, был муниципальный депутат Игорь Брумель. Интересно, что выставка проходит с 8 сентября, и до недавнего времени никакого возмущения с его стороны не было. А вот непосредственно, когда появились журналисты возле центра, он приехал и выступил вот с таким публичным порицанием экспозиции. Вот сейчас вы можете его видеть, он удаляется, с вашего позволения, я не буду с ним общаться в прямом эфире, потому что может быть... Где он, где он? Покажи, в какой одежде? Сейчас. Вот Игорь Брумель в желтом пальто. Дело в том, что я аккуратно, наверное, все-таки тогда пообщаюсь с ним, но попрошу, может быть, убрать от экранов детей, потому что не скупился на выражение до этого муниципальный депутат. Скажите, пожалуйста... Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Вы в прямом эфире. Скажите, почему столь мощное порицание с вашей стороны вызвало эту экспозицию, так поздно, учитывая, что открылся на вашей... Собственно говоря, эта экспозиция, я о ней не знал ничего до вчерашнего дня, но вчера мы узнали из интернета. И там, очевидно, они давали самопиар сами себе, публикуя какие-то порнографические снимки или очень уже эротические, непристойные. А здесь у них этих снимков не было. Но я, когда пришел на эту выставку, я все равно посмотрел и убедился, что там есть снимки, которые можно считать все-таки признаками... Ну, для педофилов какие-то снимки... Ну, а какие именно? Ну, вот мы вместе с вами смотрели экспозицию. Снимки еще раз говорю. Когда есть голые, обнаженные женщины с демонстрацией вторичных и первичных половых органов, и рядом с ними подростки, недостигшие или в период созревания, период половой зрелости. Вот именно вот это. Вот именно вот эта часть, именно вот эта сильная вещь такая. Не то, что там просто были детишки, там какие-то на пляже бегали. Нет. Именно это все имело эротический подтекст. Спасибо. Ваша позиция нам ясна. Пожалуйста. Ну, в общем... Вы знаете, кто ее, да? Да, да, конечно, конечно. В прямом эфире пообщались мы с Игорем Груммель. Вот видите, его возмущение. В первую очередь его возмутили снимки, где обнаженные женщины с, собственно, одетыми подростками. Ну, это его точка зрения, так скажем. Да, Алина, спасибо. И так час двадцать назад эта выставка была закрыта, как я понимаю, по договоренности с офицерами России. Сейчас мы послушаем, что нам ранее Антон Цветков сказал спасибо. Елена Шевелева, моя коллега, сейчас у центра имени братьев Люмьера дежурит. И так, с самого утра к выставочному центру приехали офицеры России, вот председатель президиума организации, член общественной палаты Антон Цветков. Еще накануне, поздно вечером, вот я увидела у него в фейсбуке, он возмущался этой выставкой и сказал, что требуем, немедленно будем разбираться. И сегодня, да, он не стал откладывать дела в долгий ящик, перешел от слов к делу. Пока наша позиция заключается в следующем, что даже если этих фотографий, которые возмутили общественность, педофилийских фотографий, их нет, то не совсем правильно в трех минутах от Кремля, в центре столицы нашей Родины, позиционировать этого педофильского фотографа. Да, может быть, он прославился хорошими снимками, но надо не забывать о том, что этот человек принимал активное участие в преступлениях. В нашей стране это преступление. Вполне возможно, что уже сегодня экспозиция Джо Кстерджес без смущения займется прокуратурой, но, по крайней мере, об этом просила детский амбудсмен Анна Кузнецова. Она и не только она, но и, например, сенатор Лена Мизулина, о ней чуть позже поговорим, уверена, что фотография с обнаженными детьми не место в России. Причем особое возмущение Кузнецова вызвало то, что ранее работа фотохудожника русскому надзор признал детской порнографией. Тем не менее, этот человек появился в культурной жизни Москвы. Вот что интересно, цены на билеты вполне бюджетные, демократичные. Всего от 200 до 430 рублей выставка работает с 8 числа. И вы можете представить, сколько народа посетило эту экспозицию. Приписка по поводу того, что ветераны Великой Отечественной войны еще могут и бесплатно на это все добро посмотреть, конечно, она особенно возмущает. Ну а по словам Елены Мизулиной, это не искусство, а детская порнография, пропаганда педофилей. Она заявила об этом прямо, ну, в самом же центре фотографии имени братьев Люмьер, не понимая, чем вызван шум, там утверждает, что на выставке Ненте не было работы с детской порнографией. В фейсбуке на странице центра появилось следующее сообщение. Дети, безусловно, есть, но они одеты или обнажены в рамках самых строгих ханжеских понятий. Итак, что же это за экспозиция в центре фотографии? Работа американца Джока Стёрджеса, ну, действительно спорно. В объектив фотокамеры в основном попали обнаженные девочки в период их полового созревания. Всего около 40 снимков. Фотографы вообще специализируются на снимках детей и подростков, в том числе в стиленю. Снимать он еще начал в 70-е годы, как мы уже отмечали. Стёрджес Пасса на нудистских пляжах Калифорнии, Франции, в Ирландию его заносило как-то. Он заводил дружбу с нудистскими семьями, фотографировал их, и вот особое внимание всегда уделял девочкам почему-то. Ну, такое искусство. И уже тогда его работы вызвали возмущение общественности. А в 90-х он попал в поле зрения ФБР. В его студию прошли обыски и аресты имущества, однако это не остановило скандального фотографа. И более того, в его поддержку выступила западная художественная общественность. В итоге никаких обвинений предъявлено не было. А сам автор подчеркивает, обстановка съемок для героини фотографии абсолютно гармонична. Работа стёрджа находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, в Национальной библиотеке Парижа и, например, в Музее современного искусства во Франкфурте. Ну, а что же грозит организаторам выставки? Вообще вот по российскому законодательству изготовление и распространение, а также публичная демонстрация или рекламирование материалов или предмета с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Это статья 242 Уголовного кодекса, срок лишения свободы от 2 до 8 лет. Организаторам может грозить штраф до 5 миллионов рублей, но вот сейчас, если начнётся разбирательство, то будут выяснять, всё-таки порнография там была представлена или нет.